Всем привет, с вами Джамбу Макс, и я хотел бы с вами поделиться своим отношением к NextGen консолям в 2023 году. Все вы знаете, что я давний иксбоксер, который уже давно сидит на зеленой стороне, и которому действительно нравилась вся политика и идея этой консоли. Но увы, сейчас все крайне поменялось, что отразилось на моем восприятии той или иной системы, спустя 3 года использования. Как обычно, самых крутых и клевых зрителей попрошу поставить лайк и подписаться на канал, если вдруг вам понравится этот видос. Ну а также пишите свое мнение насчет той или иной консоли и вашего отношения к ней. Помните 2020 год, когда только все начиналось? Анонсы, новости, сравнения, супер-мега ожидания от того, как два гиганта будут сражаться за сердца игроков, мега обещания о том, что иксбокс станет с колен, плойка однозначно уступает по многим параметрам, но что можно сказать спустя 3 года? Я лично пришел к выводу, что начальный старт консоли, он хоть и важен и дает эмоции, но вот мнение при длительном использовании, оно может разниться с прошлыми годами за счет многих факторов. Сидев долгое время на иксбоксе, беспредельно кайфую от времен иксбокса 360 иксбокс фанг, кстати, с теплотой вспоминаю эти времена до сих пор, Купив иксбокс сервис и попользовавшись вот этот весь рок, я, к сожалению, понял, что будто остался обманутым моей любимой компанией, и она мне, кроме как, наверное, первого знакомства и самого факта покупки в начале почти не дала каких-то бурных эмоций в плане радости. По сути, за 3 года много чего произошло у зеленой стороны, это новые функции по типу FPS-то, буста, бесплатный онлайн в бесплатных играх, новый дашборд, покупка беседки, покупка Activision Blizzard, выход долгожданных и многообещающих проектов, дофига вышло классных игр в подписку в день релиза в геймпасс, кстати, которые можно купить через проверенных ребят из X-Games, ссылочку оставлю в комментариях, как всегда. Если говорить по факту, было много классных событий, за которые можно порадоваться, но чутка задумавшись и проанализировав ситуацию, я понял, что большинство громких событий, хоть их было действительно много, какой-то реальной радости и по существу было мало. Да, мы все радовались покупке беседки, FPS-бусту и прочим вещам, анонсам, каким-то там именитым франшизам по типу Индиана Джонса, да, но мы радовались по большему счету лишь новостям и громким заголовкам, которые сами майки любят делать и преподносить так, что это нечто грандиозное и легендарное. У них реально это круто получается, ибо тот же Quick Resume, не спорю, что это клевая функция, но иногда ребята в интернете ей дают чуть ли не главный вообще смысл покупки этой консоли. На мой взгляд, это заслуга маркетинга майков. И если уж сравнивать консоли технические, там и там есть свои плюсы. К примеру, на плойке игры скачиваются быстрее, консоли не имеют региональных ошибок, обновления можно качать на фоне и не ждать, пока игра скачается, как на боксе, чтобы начать на нее играть. Игры иногда меньше весят, а на боксе же удобность с регионами, тебе не нужно иметь два профиля для локализации, подписка стоит дешевле, и поэтому ставить какие-то такие вот второстепенные факторы на первый план, ну, не стоит вообще. Если разбирать другие события, касаемо Xbox, и продолжать тему с эмоциями, да, они купили беседку, а когда действительно классные игры? Да, они сделали FPS Boost, но через сколько они его закрыли и не сказали практически об этом? Да, они сделали анимированный фон и новый дашборд, а стал ли он от этого красивее или удобнее? Да как-то не особо, лишь больше появилась реклама и той самой кликабельной фигни. Купили в этом году Activision Blizzard, а когда будет колда в подписке, что будет с новыми частями? То есть много радости, но если начать задуматься, то по факту тут и сейчас мы получили не так уж и много. Единственное, что за эти годы мне дал Xbox, и я думаю не только мне, но и вам, так это выгоду. При помощи него я реально сэкономил на многих играх по типу Atomica Heart, Cocon, Forza. Некоторые игры, слава богу, я не купил за счет подписки, к примеру, тоже Redfall, там, не знаю, Prey 3 и прочую подобную фигню, которая туда попадала. И в целом подписка Game Pass и сам Xbox меня радовал лишь за счет экономии. Реально годная подписка, считаю мощнее подписки PlayStation Plus и точно окупаемой в этом году, поскольку туда зашло реально достаточно игр, в которые я хотя бы попробовал поиграть. Бывает, конечно, такое, что вы поиграли во все, что хотели, но прикол подписки в том, что многие игры для вас остались незаметные. Поэтому, если вдруг у вас пришел момент, в котором вы не знаете, во что поиграть по той же подписке, даже если вы новичок и лень как-то копаться, искать какую-нибудь игру, расскажу простой инновационный лайфхак. Обратитесь к Яндекс.ГпТ. Просто открывайте приложение Яндекс.Гпт с Алисой и говорим или пишем вопрос Алисе. Например. Алиса, придумай во что мне поиграть по подписке Xbox Game Pass, чтобы там были зомби и вампиры для новичков. Игра Dead Cells может быть отличным выбором для вас. В ней есть элементы зомби и вампиров, а также увлекательный геймплей, который подходит для новичков. В игре вы будете исследовать различные уровни, сражаясь с врагами и собирая предметы, чтобы прокачать своего персонажа и открыть новые способности. Вот и результат. Если что, данная нейронка подскажет и придумает вам много чего, поэтому попробуй попользоваться, поскольку это реально клевая вещь, которая может помочь в некоторых ситуациях. Качай приложение по ссылке в описании и попробуй Яндекс.ГпТ. Но если начать задуматься, а неужели радость от экономии Xbox настолько большая и желанная? Лично для меня, пожалуй, нет. Это эмоции, которые создаются лишь путем «ух, я не потратил много денег», это крайне быстрые и незапоминающие эмоции, которые никаким образом не сопоставимы, например, с новым опытом или долгожданной игрой, которую ты действительно ждешь, готов купить, и она еще оправдала ожидания. Увы, но Xbox с этим просел. У нас в этом году было 4 игры, и по-настоящему запомнилось лишь Хайфораж. Остальное, ну, что-то такое себе прям. И знаете, несмотря на все эти байты о жадности, о скатившейся и мерзкой политике компании, за которую вас заставляет платить по-настоящему крутые эмоции, по крайней мере, мне в этом году, мне дала та самая PlayStation 5, которая для меня вообще ничего не значила. Шлем виртуальной реальности, Человек-паук 2, это то, что мне действительно запомнилось в этом году так, что, блин, это были настоящие искренние эмоции, которые лично мне перекрыли все 3 года владения консолей Xbox Series. Почему я вообще начал задумываться об эмоциях? Потому что в Xbox мне их стало не хватать. То есть, многие вещи, которые я делал на нем, я мог бы без проблем делать на плойке, ибо мультиплатформа, она доступна и там, и там. Но в случае с Xbox я просто экономил, и не потратил денег на Tommy Hart, на, там, Last of P. Ну, а если бы даже потратил бы на них деньги, я бы не особо бы печалился, ибо конкретно эти игры мне все равно дали положительные эмоции. Конечно, многие могут меня обосрать в комментах, мол, да вот этот виртуальный шлем 2, это ненужная хрень, у которой плохие продажи, и что скажу я вам? Разве это как-то мешает пользоваться этой технологией или получать клевые эмоции? Благодаря этой штуке я бы вообще прикоснулся к совершенно иному типу гейминга, который ранее был для меня недоступен. Совет а-ля возьми БК, возьми какой-нибудь квест, я консольщик. Я хочу нажать на две кнопки, и это меня полностью удовлетворяет. Я с большим удовольствием поиграл в Павлов, прошел Resident Evil Village, который подарил мне просто крышесносные эмоции. И если вы фанат данной серии, кстати, обязательно попробуйте поиграть в VR-шлеме, это просто отрыв башки. Да и в целом, несмотря на общий негатив в интернете по поводу VR, я рекомендую попробовать его лично, ибо если вы не попробуете, вы никогда не поймете, насколько это круто. Я просто раньше тоже спокойно жил без VR на плойке, но после VR 2, если вдруг он появится когда-то на Xbox, и там будут свои фичи, я бы хотел бы попробовать. К примеру, гиря VR почему бы нет? Или там Halo, ну реально, почему бы нет? И да, что касаемо того же Паука, Sony тоже чутка засранцы, которые стали немного забивать на качество. И я также подтверждаю, что у Паука 2 крайне много багов, что на мой взгляд нетипично для игр Sony. Понимаю, что у инсомников может быть загоняли, может быть у них там много проектов, они не успевают, но как по мне, качество оно все-таки должно быть превыше всего. С другой стороны, честно говоря, это мне вообще никак не помешало кайфануться от самой игры, ибо она получилась классной, динамичной и, самое главное, интересной. Несмотря на то, что по факту я плойку включаю не так часто, и сижу по большему счету на Xbox, из-за привычки и удобства в экономии, плойка стала для меня, знаете, какой-то тихой лошадкой, которая стреляет, может быть и редко, но очень метко. И самое главное, она создает байт, ажиотаж, желание попробовать, а самое главное, дает тебе новый опыт и удовольствие. И как бы кто ни говорил, что тот же Человек-паук 2, это полное говно с повесточкой, там DLS за 70 баксов, многих он просто заставил его предзаказать, купить ради него плойку или взять в аренду при первой же возможности и пройти его на все 100%. Скажите, Xbox в этом году получилось сделать за счет своих игр нечто подобное? Я думаю, что нет. Если брать политику и отношение компании к конечному результату, то у Sony и у Майков за эти года получились совершенно разные подходы. Если же Sony это какой-то простой молчаливый профессионал своего дела, который каждый раз что-то делает и делает это хорошо, и при этом выставляет свой продукт на показ, говорит, слушай, ты хочешь крутых игр или таких штукоин? Будь добр, заплати. Если нет, ну нам как бы пофигу, у нас и так дофига клиентов. То Microsoft ощущается как будто богатенький сынок, у которого крайне много денег, возможностей, он об этом все время орет, много чего обещает, много чего халявного раздает, многих покупает, но какого-то авторитета и уважения он практически не имеет, поскольку большинство о том, о чем он говорит, не делается. И единственный его плюс в том, что у него просто хорошая цена и много денег. Конечно, если копаться глобальнее, то у Sony тоже дофига кринжа, к примеру, тот же PlayStation Portal, надобность которого я все еще не могу понять, но тут ответ простой, если вам это не надо, вы этого не покупайте, разговор в принципе закрыт. Говно Frostpoken, непонятно какие игры выйдут в следующем году, в общем, ну всего этого тоже хватает. Майки же, которые год обещают, а может быть с их точки зрения делают игрокам лучший год для бокса, но я лично этого нещая от слова вообще. Уже, наверное, года три. Поскольку в большинстве случаев, опять же, радуют экономия и халява. Остальное уже не особо, поскольку, что касаемо мультиплатформы, на плойке она есть, и ты себя в этом ничем не ограничиваешь. Хочешь игру? Покупаешь. У майков многие моменты это просто, опять же, на халяву, или же не за большой ценник через лазеечку. В остальном, особенно в плане эмоций, к сожалению, да и может быть вообще к счастью, что я их вообще хоть как-то испытал лишь на Sony. Глядя на подобные респекты в сторону японцев, многие скажут, да господи, ну как же ты задрал, на Xbox тебе ничего не нравится, сиди уж на своей плойке и не вякай. Напомню, что я уже как-то говорил о том, чтобы тупые фанатики не приходили на мой канал, и не знаю, почему вы до сих пор этого не делаете. Но остальным я хочу сказать, что на одной платформе сидеть сейчас крайне сложно, и если же раньше мне Xbox One перекрывал абсолютно все, что было на плойке четвертой, кроме Паука, пожалуй, то сейчас у меня больше какого-то интереса в плане экзо все-таки к плойке, ибо они просто делают больше всего байтового. И если же, например, кто-то потерпит с Человеком-пауком, потерпеть, например, будущего Росомаху может быть уже сложнее. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И сейчас, смотря на две вроде как одинаковые платформы, я понимаю, что Xbox у меня сейчас, опять же, ради выгоды, ради так называемой дешевизны и подписки, которую раз в квартал да закинет в то, что во что бы я поиграл. Пожалуй, он у меня еще стоит ради привычки, безо которой мне проще запустить тот же Fortnite колду и скатать пару каток, нежели мне это делать на плойке. Ну, а сама плойка, она чисто для экзов, для VR, и, наверное, для тех самых эмоций, которые я точно хотел бы получить от нее хотя бы раз в год и быть со всеми на одной волне хайп-тренда. С этого видоса нельзя будет сделать вывод, что какая-то консоль хуже другой. Нет, они по-своему уникальны, имеют те или иные технические плюсы, минусы, и чтобы вообще не париться, лучше иметь сразу обе. Чтобы не пропускать вообще никакой хайп-тренд, но что касаемо вот этого года, лично для меня выиграла плойка, и ответ тут крайне прост. Она мне подарила больше эмоций, нежели каких-то громких заявлений и обещаний, которые не пересекаются с действительностью. Просто знаете, с каждой новой новостью от Xbox я уже устал верить тому, что не происходит или будет когда-то в будущем, поскольку лучше не обещать и не сделать, нежели наобещать золотых гор, а в итоге не сделать ничего близкого к этим обещаниям. Поэтому на 23-м году, увы, Xbox победы я, к сожалению, так и не получил. Но посмотрим, что будет в 24-м. На этом у меня все. Если вам понравился видос, проставляйте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение об отношении к консолям в 23-м году, за три года использования. И большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч. Пока-пока.